Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Увидел на просторах телеграм-каналов интервью Чулпан Хаматовой, которое она давала еще, будучи здесь, в России. Интересно посмотреть, послушать, не только для понимания ее, а вообще в целом тех людей, которые принимали схожие решения уехать, и об их внутреннем содержании. Потому что сейчас вот продюсер Матвиенко, другие, и заявляют, что русские люди умеют прощать и простят, когда они вернутся. Мне бы очень хотелось, чтобы те, кто будет думать, прощать или нет, все-таки понимали, кого и за что они собираются прощать. Давайте посмотрим. От и до независимой, честной актрисы все время что-то такое появляется, что ты прикрываешь глаза и говоришь, ну я же должна как-то зарабатывать, я же должна как-то что-то делать с фондом, например. Я должна как-то балансировать между моей совестью и общением с властью. Я не могу, чтобы хотеть высказать все то, что я хочу, или там то, что наболело, то, что мне кажется неправильно, в тот момент, когда принимается решение или открывается крыша строящегося центра, который строит непосредственно правительство. И тут у нас очень часто возникают такие жесткие споры и камни преткновений. Что важнее, здоровье детей, шанс, который получат эти дети, которые будут лечиться в этой клинике, да, или же моя гражданская позиция. Друзья, знаете, что меня больше всего удивило? Она говорит о том, что нужно идти на компромисс, то есть ради фонда, ради каких-то этих, говорила, да, и ее гражданской позиции. При этом она говорит, больница для детей, которая строится правительством. Что ж тебе еще надо? Или ты выступаешь против того правительства, которое строит больницы для детей? Кто выступит против тех, кто строит больницы для детей? И она это подтверждает, что строятся больницы, в которых будут лечиться потом эти дети. При этом у нее есть претензии к власти. В чем они у тебя, эти претензии? В том, что для тебя, когда ты занимаешься фондом, и самым главным для тебя в жизни должно быть лечение детей, строят больницы, в которых лечатся дети твоего фонда. Это фантастика. То есть она фактически здесь признается, что она свою гражданскую позицию сформировала не только после начала операции, а еще задолго до этого она была не согласна с действиями российской власти. Просто она молчала, потому что ей нужны были деньги. Вот и все. Ей нужны были деньги. Это был вопрос денег. Поэтому она молчала. А когда она поехала, вопрос, видимо, этот был уже, собственно говоря, решен. А может быть, она все это время готовилась, понимая, что как что-то случится, так как все, и пятками сверкая. Это нужно очень хорошо понимать. Правительство, она сама строит больницы для детей, где лечатся дети, ее фонда, а ее волнует вопрос ее гражданской позиции. И она не согласна, получается, с построительством всех этих больниц и всего остального для помощи ее детей, ее фонда. Ей хочется высказаться. Ну, высказалась, ну, уехала ты. И что дальше? Теперь готова приезжать и извиняться на коленях? Поразительное явление. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео. Если вы предприниматель, бизнесмен, талантливый человек, хотите, чтобы вас узнал как можно больше количества людей, или наоборот, не хотите терять десятки тысяч клиентов, которые уже сегодня могли стать вашими, у меня для вас есть интересное предложение. На моем сайте www.buddegrišna.com Посмотрите, послушайте, заинтересует, пишите. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости, фото, видео, материалы того, о чем мы здесь говорим, политика с моими комментариями. Все самое интересное из сети в одном месте. Подписывайтесь, встретимся в телеграм-канале Будда Гришна. Новости. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.